я бы сказал что сегодня вечером в программе правда 24 легендарные музыканты но это было бы не совсем точно речь не о прилагательных легендарные а музыканты потому что не просто музыка но легендарные в отцов что он делает владимир киселев сегодня в программе приветствую хорошо болоте хотел на самом деле в подводке сказать что основатели кремля потому что читая биографии девяносто девятом году создал кремль управление делами президента большая война была с этим названием да а с кем воевать-то приходил ну там масса как масса и губ кремль губ фсо кремль и губ кремлевский да и вообще узурпировал такое название само ведь удивительное что до 99 года само понятие кремль тогда еще не позиционировалась как какое-то иносказание или условное оскорбление как сейчас кремлевский питерской такой терминологии не было и поэтому то что я так образно говорят наверное неправильно по филологии от склонял но получилось ими существительное кремль опять если вспомнить до 99 года такого не было потому что первых не было питерских поэтому не было такого разделения так а чем сразу вот кремль стал заниматься тем чем и я всю жизнь занимался мероприятиями концертными но первых прорвали очень многие вещи если так можно сказать вскрыл целостность красной площади это мы новогодний каток впервые сделали то есть в общем то можно на сказать что то куснирович делал не нет это все сделал я в первый каток и первый концерт и первая классический концерт доминго там был нет нет это все потом это просто мне уже не стало интересно поэтому этим не стал заниматься кремлю интерес был утрачен просто я смотрю что вот по бизнес-истории если ну если смотреть официальной биографии в девяносто восьмом году читайте газет московит был создан до в девяносто восьмом году как холдинг нет в восемьдесят восьмом восемьдесят 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 восьмом это мы с юристовичем кобзоном вот просто чтобы делали не быть голословным показываю официально нет что что я не перепутал в тысяча девятьсот девяносто восьмом году нет мой ребра в москву где создал московит 8 ошибка да да сейчас все ошибки будем исправлять главное у нас не ошибиться животным у нас по формату вот мы пристраиваем бездомных это кто сима это девочка я вот девочку мы пристроим сегодня симу у нее нет хозяина хозяйки может быть концу эфира кто-нибудь прозвонит и захочет ее взять у нас такая миссия у каждого у каждого своя миссия кто-то скрывается за прирученных мы несем ответ да ответ это тоже классика так давай тогда прям чуть-чуть просто вернемся к официальной биографии потому что начинается она с того что по одной версии киселев родился в ленинграде по другой на западной украине вот давай прямо сейчас и дело в том что мне немножко тяжело это говорить нужно в силу того что я вырос в детдоме у меня какая-то такая прямо скажем запутанная часть первых 6 9 лет что меня мотала из ленинграда в хмельницкий такой город из хмельницкого ленинград поэтому у меня на самом деле и не у кого самое главное не на кого шаблокотиться чтобы что-либо узнать а я думал что дедомовские должны друг на друга вот есть еще один дедомский роман аркач бракович чему повезло больше нет у меня получился такой обрез обрез в этом опять-таки повторяю среды нет потому что все таки очень важно среда когда есть среда ты имеешь возможность получить чью-то информацию а когда ты находишься как перст один то нет подкрепиться подобрать информацию и что-то вспомнить от другой точки зрения поэтому я получился один и нет кого подкрепиться я перед эфиром когда с некоторыми нашими общими знакомыми общался говорил что вот буду с киселевым разговаривать и такое прозвучало ну вот он как макаревич я так сразу опа вот макаревич перестал быть музыкантом когда стал играть в общественного деятеля играет хорошо а киселев а киселев перестал быть быть музыкантом когда занялся бизнесом вот комментарии по этому поводу ну во первых что значит вообще оценка музыкант не музыкант я до сих пор пишу песни песни выходят некоторые доставляют огромное удовольствие а то есть профессиональное удовольствие потому что понимаю что они качественные тем более я нахожусь в том возрасте когда самообман более страшен чем недооценка я теперь буду знать про свой возраст что-то вообще вы знаешь самое ведь удивительное что я ведь начал и музыкантами менеджером от фактически одновременно потому что создав землян у меня никогда не было директоров и никогда не было дядей старших возле нас дядька черномор отсутствовал к классу если брать андрея то был ваня милик пашаев он появился милик пашаев появился все-таки там где-то уже все равно возле них всегда были всегда андрей вадимович по моему со мнения не не но андрей он все-таки более чем я одухотворенный музыкант я все-таки был более циничен по во всяком случае по отношению к андрею это уж точно он всегда был таким нет мира а второй момент что оценка для музыканта ведь очень страшная штука потому что прийти в переоценку превращающих посмешище недооценка тоже на русской пословице на обиженных воду возят ну да поэтому вот это вот найти середину это большую большая удача большое удовольствие большое счастье у меня получилось так что в общем-то не у землян не у группы санкт-петербург не у группы русские многих с кем я занимался и кого я создавал не было не до раскрученных песен потому что в принципе все наши песни были достаточно популярны более так того многие были революционны потому что что мне стоило советское время пробить группу санкт-петербург понимаем когда был ленинград вот это первое тем более все-таки я из достаточно консервативного города и город специальный мягко говоря и немаловажный момент что группа санкт-петербург стартанула с песни русские русские а следующий кругу хиту группы зачаровано колдова тоже весьма проблемно поэтому момент для музыканта уйти не уйти не так важен важно насколько ты в тренде насколько ты понимаешь что ты делаешь но будучи таким вот ну культовым музыкальным продюсером там композитором как ты можешь оценить допустим заявление того же александра кутикова просто сидя на твоем месте он сказал у нас шоу-бизнеса нет у нас есть шоу-бизнес или нет шоу-бизнесмены есть шоу-бизнес есть или нет ну во первых к великому сожалению не к саше буду обращаться это стало очень модно отвечать во первых что за оценка есть шоу-бизнес нет а есть космонавтика или нет но упал космический корабль на что нет космонавтики ведь тут к сожалению должен такое словосочетание применить нашем возрасте очень тонкая грань она безумно тонкая перескочить между пройти по этому лезвию между стариковской а вот и в наше время и сегодняшней оценкой тем более немаловажный момент многие наши музыканты и моего поколения прежде всего переступили на мой взгляд грань в другом представить себе в 70-х годах когда мы выходя с худсовета фирмы мелодия или останкинских худсоветов первого канала или как он там назывался тогда центральной теремии опивались портвейном и как любой молодой солдат говорил когда я буду старым я не буду таким берега деспотом и мы говорили о том что богословский фраткин тухмана великие люди но они нас реально гнобили душа да и вот мы когда будем такие а сегодня а эльгард прямо народные артисты заслужены представь себе народные артисты англии ози осборн или заслуженный артист франции дэвид холидей но это же ну просто нонсенс это не имеющее право сочетаться а у нас сегодня посмотри на моих коллег опять-таки я имею полное право это говорить при всей моей репутации при кремлевского кремлевской там все то что обо мне хотят говорить у меня нет ни медальки не звание и более того не будет никогда потому что я считаю что для меня гораздо важнее что мы продали 20 миллионов дисков что мы объехали полмира что наши песни до сих пор мои дети приходят из школы и просят подписать пластинку своим друзьям для меня например это гораздо важнее как оценка я могу стать привести пример еще более старшего товарища из предыдущей волны рок-волны того кого называют дедушкой советской рок-н-ролла александр борисович градского у него тоже нет ни одной правительственной награды юбилей он не получил кстати 10 я у него награда самое главное журналюги я думаю что за да он придумал это сухого он себя увековечил нет саша мне иногда кажется что человек который самодостаточный в музыке ему это не надо тем более ведь вот это сейчас такой опять же макаревичу так не 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 причем тот макаревич я вообще считаю что рок-н-ролл это удел хулиганов ведь не зря рок-н-ролл родился 50-х годах объяснение этому очень занятное объяснение заключается в том что это послевоенное поколение у кого как правило у мальчиков не было отцов во многом интеллигентные мамы битлз роллинги мамы преподавательницы учительницы гувернерки то есть хорошего интеллектуального уровня воспитывали мальчиков на хорошем культурном базисе но не было пап не было ремня были хулиганами физически посмотри никто не больших достоинств как группа рамштайн допустим и поэтому вот такая форма самозащиты была своеобразная как можно девочку было увлечь гид поиграть на гитаре да 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 поэтому рак-н-ролл удел хулиганов и поэтому когда сегодня так перерождаются некоторые мои товарищи еще раз повторяю я не осуждаю их за это не смешно ну а в чем перерождение то в чем одни что не тот образ жизни да нет ну как фанабире появляется у многих из них обязательное обязательное словосочетание сегодня нету шоу-бизнеса нету рок-н-ролла плохая музыка каждое поколение свою музыку я очень хорошо помню когда мой любимый родной глэм стал за загибаться и пошла диско-музыка как это вызывало насмешку но сегодня можно сказать оба бонием эрэпшен и подобные команды они высоко профессиональные команды другой разговор музыка специальная но профессионализм то за ними огромный нет ну как оба вполне может симфонический оркестр исполняет там у них такие темы музыкальные металлику играть металлик металлику кстати да нет ничего у них пару песен есть пара медляков у них есть вполне достойно но кстати насчет вот хулиганство у меня вот совершенно недавно вышла книга к 45-летию машины время который я прочел да спасибо спасибо ты первый читатель да вот там ведь но много не вошло именно хулиганских эпизодов и кстати связанных с владимиром киселевым я мне рассказывали что владимир киселев с андреем макаревичем в городе киеве по моему попали вытрезвитель это правда или нет да мы параллельно история так поле совпали параллельно они во дворце спорта мы в зале украина и мы ушли мы закончили концерт раньше и пришли к нему не получился от зеленый концерт и помню что такое последний концерт ну мы им соответственно устроили за кулисами то что мы могли устроить довели андрея до истерики охота и когда вышли мы отметили зеленый концерт нас что-то с ним повело пройтись по киеву или повязаны и я его за продал в клетке местным потому что я чуть-чуть уже телевизионный был а андрей все-таки был большей степени кассетный и я его местным милиционерам запродал кто он такой принесли гитару андрей исполнил нет то есть он был в состоянии он в любом состоянии он любом был андрюша надо дать ему должность он в любом состоянии дай ему гитару он запоет тем более ему что так нравится что он без этого себя чувствует таких же эпизодов масса вот в то время в то время все люди допустим условно говоря с гитарами все люди с гитарами все им играющие они были единомышленники то есть одинаково оценивали что что у нас там плохо что америка хорошо что ну вот какие-то по оценкам совпадали сейчас единства в оценках нету отвечаю очень простой момент раньше для того чтобы выйти надо было репетировать а репетировать это работа если ты занимайся работой это единение рабочего класса пролетарий всех стран соединяйтесь какая сегодня работа у нынешних музыкантов если половина это компьютерная история вторая половина это ярко выраженный плагиат и немаловажный момент что представить себе группу где набирается пять уродов и один талантливый трудно себе представить допустим я если брать мною созданную команду я обезглавил четыре коллектива в петербурге ровесники россияне как ни странно было такое название шали гусев игорь романов более я забрал лучших музыкантов лучших группах и я абсолютно не боялся что я тяну таких сильных музыкантов к себе чтобы на их фоне быть плохим тем более что они выпускники римского корсакова при консерватории что во многом и дала то базу тот базе землянам потому что мы правильно писали ноты и гармонии и записывали правильно потому что сегодня не единожды мне твои коллеги на радио говорят а как же что такое вы делали что и сегодня ваши песни не надо ремикшировать ну что мы их правильно записывали и уровень музыкантов сегодня как быть до юра по прошествии 30 лет ни одну нашу песню переписывать не надо да а в разве вот не не возникает как бы идея сделать ну то что то что даже кобзон сделал загубить нет каждая песня за я имею за вашего времени даже юра антонов при всем моем уважении к нему на мой взгляд он конечно останется при свое мнение он раз пять насколько помню переписывал свои песни делая ранже аранжировки может быть может быть только золотая лестница может быть у него стало таким танцевальным хитом дискотечным все остальные эта песня это также как взять сегодня льва толстого переписать войну и мир но смешно же будет как же это каждая песня имеет свой запах своего времени ну вот это точно консерватизм почему нету отданность а во вторых люди выбрали это нельзя сделать у меня чтобы не выглядеть совсем уж не скромным когда я познакомился с фрэнсисом кополой то я как в том нашем анекдоте сказал что у меня есть к нему три вопроса слава богу он не знал всю нашу искрометность они они анекдотов и он будет первый я тебе сразу можно не задавать нету пленок нету не смонтированных я говорю что он где да все что я хотел в крестном отце я сказал все что я хотел я смонтировал никаких остатков нет и второму в тот тут же опередил меня он говорит ты понимаешь вы вели вы счастливы люди за железным занавесом внимательно потому что мы для того чтобы отлопатить хорошее кино должны были просмотреть на ускорском комитете более тысячи фильмов которые каждый год выпускает америка вы видели из наших 100 которые уже смотрели академики вы видели 10 лучше вы не видели кучу дерьма вы видели отсеяно бы кристаллизованное чистое искусство поэтому немаловажный момент также как и в музыке мы не видели мы не помним групп плохих мы помним землян машины времени автограф аракс и так далее но ведь была куча десятки групп которые играли репетировали создавали базу создавали чернозем из которого выросли мы потому что еще раз повторяю я набирал музыкантов макаревич набирал светковецкий в автографе мы же набирали лучших они же как-то должны были прийти а как сегодняшние музыканты могут выбрать лучше если у них у всех одинаковые компьютеры и у всех одинаковые приставки поэтому их песни одинаковые у меня сегодня огромные проблемы на радиостанциях поставить свои песни и не потому что они плохие а потому что они выбиваются из их трафарета еще раз повторяю нехороший мы говорим про пресловутый формат ну во первых нету слова формата знаешь все почти все редактора на радио это неудачливые музыканты которые если так он так он должен был вершить судьбу песни а так ему теперь получилась возможность свершить нра не нравит у меня один из таких редакторов говорит да владимир девич вы конечно большой вы великий вы это ну вот я говорю хорошо если у меня это было хотя бы в моей истории а что тебе дает право указывать какую песню надо играть они же начинают уже рассуждать о том как будем так играть или так смонтируем или так перемонтируем игра ты что создал я устарел я старый я уже пи 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 перечник старый но у меня из песни которые я создал группы которые я создал музыканты которых я вырастил а что ты создал кроме того что в силу судеб ты стала редактором на радиостанции тем паче каждый год-два они меняются мы заканчиваем передачу игрой в правду как это выглядит здесь фишки четырех цветов вот и карточки ермольник когда видишь кто-то со мной в карте собираешься играть и карточки на которых написаны вопросы значит выбирается фишка и такого же цвета выбирается вопрос вопроса не мои сразу всех предупреждают так я думаю что животное может и себя отменяешь от умных вопросы первые выбираем в темную так белый это свободный вопрос значит я карточку выбираю вот голубую но потом кого из родителей вы любите больше маму или папу хороший вопрос мне те кто знал моих родителей говорили что клон моего отца поэтому у меня получается что я должен его любить но опять-таки повторяя очень неудобен для этого вопроса в виде дома да я не помню ни того ни того родителя но наверное отца мы вопросы не фильтруем поэтому бывают не менее неожиданные а теперь это я для тебя или для себя опять нападать любой другую голубую то есть я беру любую какие ошибки допустили родители в вашем воспитании это опять надо просто я думаю я думаю что моя судьба моя ошибка тем что достаточно жесткий в силу того что не было материнской ласки а ты сам как родитель какие ошибки допустил вот сейчас вот уже никаких ничего не учу ничего нет ничего не учу да сам должен все должны делать сами единство по мере возможности руку от огня отвести и лед в горло не засовывать да да даже музыки а проблема огромная потому что той музыки которая не любят не хочу прикасаться а ту которую я хочу они профессионально не могут осознать потом вполне киселевские какие-то камеры не нет но это путем путем тренинга очень большого но это не талант пока пока тренинг папа строки поможет желтая желтая если будет третий раз родители скажут что у тебя тут такие грампленные совершенно и так вам случалось засыпать на спектакле в кино не вообще сплю очень мало сплю очень мало поэтому вообще не не засыпают тогда когда не надо такси очень маленький отрезок сна там 5-6 часов мальчик поэтому этот сюжет рай ну так если бы не было это не было бы землян что до часа дня я давал урок звезду на 8 утра я уже должен был быть на телефоне давать менеджера когда попадается такой вопрос я всегда собственно заканчиваю программу совершенно очевидной вещью что никто никогда не засыпал на концертах владимира киселева громко и его собственных и всех его команд спасибо спасибо всего 24 минуты маловато 6 минуты 5 минуты 5 минуты 5 минуты